Добрый день, уважаемые зрители! Это очередное видео из серии роликов об органическом земледелии. Для тех, кто смотрит впервые, я хочу напомнить, что я снимал серию роликов о своем видении органического земледелия, о подходах, которые я применяю, и о том, какие трансформации происходят у меня на участке. Сейчас 27 ноября 2019 года. С момента снятия последнего ролика прошло достаточно большое количество времени, и у меня возникли новые идеи в голове, и хотелось им поделиться, а также показать состояние участка. Здесь у меня посажено кинза и другие овощи, зелень, которые находятся под агроблокном. Это тот участок, который был под сидиратами. Возле дома я посадил петрушку. Вы видите, тоже она накрыта агроблокном. Очень удобно. Защита от ветра и также достаточное количество влаги. Я планирую ее есть и зимой. Здесь тоже будет весной засаживаться культурами. Скорее всего, бобовыми, потому что я принял решение отказаться от выращивания картофеля, поскольку у нас на юге, и особенно на этом участке, который у меня, но это зря только тратит силу. Я планирую загипсовать этот участок. Здесь вы у меня видите посаженный наград. Это и весной он хорошо принялся. Я планирую сделать такую полуарочку. Там у меня, где свол дерева, обрезанный засовший, стоит столик, то мангал. И как бы будет такое место для отдыха с моими друзьями. Также здесь у меня я планирую выкопать вишняк. Можете увидеть, он обложен в персик. Ну и яблони, которые я садил весной, и вы могли видеть в тех видеороликах, тоже принялись. Скажу сразу, что я планирую загипсовать огород, потому что компост и даже использование золы древесной не помогло. И как вы видите, здесь деревья молодые, хорошо принялись. Я поставил цель между деревьями засадить седиратами, многолетненько. Скорее всего, это будут фацелия, возможно, это будут лицерни. Потому что я планирую уменьшать свои силы для огорода. Климат сейчас не очень в последнее время, да и меня изменили жизненные обстоятельства. Поэтому там буду просто прокашивать, и будут, соответственно, удобрения земли идти. А здесь, где между деревьями есть участки, незасаженные садом, так сказать, вот эти проблески, я буду тут садить уже растения. Несмотря на то, что декабрь на носу, у меня была зеленая редька. Я совсем недавно ее только выкопал. Как видите, отбилась моя черешинка, так что по весной буду обрезать. Эта клубника у меня будет последний год уже. На следующий год я здесь буду убирать, все буду засаживать. Здесь я сделал на бугры и на них посадил клубнику. Укрыл агроболокном, чтобы хорошо принялся. Поэтому я думаю, что до следующей весны я особо снимать не буду. Загипсую огород, подготовлю землю для посадки, сидиратов. Пересажу эту малину, которая тут не растет, потому что почва не подходит. Ну и не будем загадывать, как говорится, если все будет благополучно, то на следующую весну вы сможете увидеть, какие изменения произошли. Если есть вопросы, пишите в комментарии. Оцените, пожалуйста, этот ролик, чтобы я мог улучшаться или снимать так, чтобы было более понятно. Всего хорошего. До новых встреч на YouTube.